Всем привет! Меня зовут Сергей Рубец, информационный канал для разработчиков ITVDN, и я рад вас приветствовать. Сегодня мы продолжаем наш курс, и я хотел бы поговорить с вами про объекты, про классы, про наследование. Поэтому давайте приступим. Объекты. У нас появилась возможность более кратко объявлять объекты. То есть, что я имею ввиду? Давайте создадим какую-нибудь переменную name и переменную age. Далее мы хотим создать объект user, и чтобы в нем находились свойства name и свойства age. Данный файлик мы подключим в нашу главную точку входа. Собственно, убедимся, что все работает. Вот наш объектик. Что здесь происходит? Мы объявляем объект, у которого ключи называются точно так же, как вот эти переменные. Так вот, если у вас такая ситуация, такая ситуация довольно часто бывает, когда у вас какой-то объект приходит с сервера, и вы записываете там в новый объект, либо что-то такое похожее, новый стандарт преподносит нам некую короткую запись. Если название свойства совпадает с названием переменной, вот как у нас, да, то в таком случае мы можем избавиться от двоеточия и дублирования названия. То есть, вот мы оставляем только name и age. То же самое касается, допустим, той же функции. Допустим, у нас есть getName, да, то есть она возвращает имя. И вот здесь вот мы можем написать getName. То есть у нас поле в объекте user совпадает с переменной, которая так же сама называется, да, getName. Давайте убедимся. То есть вот у нас на выходе object наш, age25, getName это функция, и nameDemo. Ну, собственно, мы можем уже вызвать нашу функцию getName и убедимся, что все окей, все работает. То есть прикольная вещь, на самом деле. Как я сказал, она часто используется, поэтому пользуйтесь. Помимо этого, у нас еще появилась возможность создавать краткие функции, ну, методы, да, что имею в виду. То есть, допустим, опять наша getName какая-нибудь функция. Что мы писали раньше, да? Мы писали function, ну, здесь что-нибудь такое. Теперь в новом стандарте мы можем ключевое слово function удалить и двоеточие удалить. В итоге вот такое вот получается у нас свойство. То есть посмотрим. Все работает. А что еще, когда касается объектов, то здесь добавились так называемые вычисляемые свойства. То есть, это тогда, когда, допустим, у нас название свойства неизвестно заранее. Ну, например, 1 плюс 1, да? Ну, здесь какое-нибудь... давайте дваться, да? То есть мы сейчас сохраним. Вы видим юзера. И смотрите, у нас свойства 2 создалось. Более того, мы можем использовать функцию. То есть мы пишем квадратные скобочки и вызываем. То есть условия для того, чтобы пользоваться как раз таки динамическими такими вот созданиями свойства, это вот есть квадратные скобочки. То есть помните, мы с вами на прошлом занятии символ смотрели. И как раз таки мы тоже использовали вот эти вот кавычки квадратные. И давайте посмотрим. Вот сам dynamic value. Сам dynamic value. Ну, прям такие, что вообще часто-часто я бы, наверное, пока что не сказал, что у нас используется. Ну, бывает такое, что там свойство может принять из сервера, да? Либо вследствие каких-то вычислений. И мы точно изначально не знаем, как оно будет создаваться. Поэтому вот у нас теперь есть такая возможность как раз таки записывать. То же самое мы можем написать какую-то переменную, да? И вот здесь вот мы как раз таки пишем color. Ну, и что-нибудь там. И что у нас произойдет? У нас сюда вот подставятся как раз таки наши перемены. В ней гриль находится, да? Посмотрим. То есть вот green, yellow. Если же мы без скобок это сделаем, то, соответственно, у нас уже будет просто color называться, да? То есть... Вот. То есть в таком случае у нас уже эта перемена не будет никаким образом сюда подставляться в объект. У нас это как бы как строка читается. Поэтому если мы используем динамику, мы добавляем квадратные скобки. Далее у нас появились getResetter. Ну, как появились? Они, в принципе, и раньше были, но сейчас это более канонично сделано. То есть давайте посмотрим, как это можно делать. Снова же наш объект. То есть давайте снова мы запишем nameAge. Вот это я пока что удалю, чтобы оно мне мешало. Вот. И далее мы хотим, допустим, с помощью какой-то функции получить имя и age вместе, да? Ну, пусть это будет какая-нибудь функция getInfo, да? То есть что мы делаем? Мы пишем ключевое слово get. Далее пишем имя функции. Ну, пусть это будет getInfo, да? То есть не обязательно писать в названии get. То есть можно, конечно, просто ставить info, чтобы сильно не смущать. И далее мы пишем то, что будет происходить, когда мы будем пытаться обратиться к данному свойству. Ну, то есть это как бы метод, но обращаемся мы к нему как бы как к свойству. Сейчас посмотрим. И здесь давайте мы вернем, допустим, hello, my name is name, I am, ну, что-нибудь такое, да? И теперь давайте мы попробуем достучаться к этому свойству. То есть, еще раз, это как бы мы записываем как функцию ее, но скобочки мы здесь не ставим. Мы как бы к этому свойству обращаемся. И что произойдет? Вот мы видим hello, my name is Dima, I am 25, да? Также аналогично создается setter. Setter – это та функция, которая выполнится в момент, когда вы захотите что-то в нее записать. Давайте посмотрим. Давайте выведем какое-то сообщение, которое будет сюда стучаться. Я имею в виду, когда будем записывать в это свойство, мы запустим вот эту функцию, которая запустит, собственно, наш alert. Давайте посмотрим. GetInfo равно. То есть, для того, чтобы вызвать, нам нужно написать присваивание. То есть, не скобки, как может показаться, а именно присваивание. Как будто мы записываем в это свойство что-то. Давайте попробуем. Вот, видите, я обновил страничку, и мы видим сам текст. То есть, еще раз, когда мы просто обращаемся, вот смотрите, без записи, сработает функция, которая находится вот здесь вот. Ну, точнее, которая идет после get-a, да? То есть, вот, смотрите. Hello, my name is Dima, I am 25. Да, почему? Потому что мы вот здесь вот определили функцию, и говорим, когда кто-то будет пытаться получить, то есть, обратиться к свойству, да? Вот мы здесь обращаемся, то выполни, пожалуйста, вот эту функцию. А вот здесь вот мы говорим, слушай, интерпретатор, когда кто-то захочет записать в это свойство, то мы выполним то, что находится в сете. То есть, вот, что имеется в виду записать, мы берем, присваиваем что-нибудь текст. Обновим брайзер, и посмотрим, что у нас another new text вывелся, да? То есть, это тоже используется, поэтому имейте в виду. Вот, теперь давайте я верну функцию getName. Чисто для примера, чтобы у вас это осталось в коде. Так. Еще создадим вот такую вот функцию, да? И, собственно... Квадратные скобочки, как, собственно, я напишу... Так, давайте посмотрим. Вот, собственно, у нас с вами теперь наш объект. Age. Function. Вот здесь вот что у нас тут? Вот здесь вот я не вызвал функцию, надо было вызвать дан. То есть, еще раз. То есть, у нас Edge, Dynamic Value, Через Пробел. Ну да, кстати, это вот здесь вот, я чуть-чуть. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!